друзья приветствую вас у подписчиков масса вопросов по поводу котировок акции компании фарм синтез смотрите вот эта компания она производит ряд препаратов вот все эти препараты они не имеют отношения к вот тому что сейчас заявляется трампом и тем антималерийным препаратом который предполагается помогут решить проблему с китайской заразы но они выпускают такие штуки как не увер это иммуномодулятор и не а steam это тоже иммуномодулятор то есть они как бы улучшают состояние иммунная система человека и они способствуют тому что вырабатывались более активно клетки крови которые отвечают за иммунный ответ однако я к сожалению не нашел никаких материалов в открытом доступе которые в которых бы проверялась эффективность вот этого препарата относительно вот этой новейшей китайской заразы хотя как бы изначально когда эта тема обозначалась вроде как была информация что китайцы там чуть ли не 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 килотоннами будут не увижу закупать для решения своей проблемы вот но на текущий момент этой информации я не нашел и подтверждение может быть там какие-то поставки были но я не могу сказать что это прямо кардинально как-то ситуацию поменяла у компании сейчас достаточно сложные времена в плане там наличие задолженности просроченной и так далее и подобное вот что касается вот этого вещества да но ему иммуностимулирующая но противовирусная против определенных видов вируса и различных видов вируса она срабатывает однако а его эффективном применении против текущей китайской заразы я информацию не выявил если у вас есть информация присылайте мне на почту с вами вместе посмотрим и обсудим но тем не менее если смотреть вот документы которые генерил российский минздрав то в частности вот есть такое временные методические рекомендации профилактики диагностики и лечения вот соответственно здесь вот в конце января все это дело выпустили тут различные всякие моменты обсуждаются рассматриваются так вот здесь никаких упоминаний по поводу не уверы я не выявил то здесь есть ряд моментов то есть как предохраняться от этого дела что делать в случае там возникновения но по поводу применения не уверов данной ситуации я вот никаких упоминаний здесь не обнаружил так но вот что касается одного сайта медицинского здесь есть ссылочка но вот здесь опять же про применение не уверы рекомендации в явном виде я никакой информации не вижу не aver обращаю внимание это препарат который производит компания фармсинтез по которой вопрос по котировкам и и акций но вот ездить список различных так называемых иммуностимуляторов которые применяются для лечения гриппа и здесь в том числе есть не увер однако прямой рекомендации указания использовать не увер для предохранения и лечения данного данной заразы я не нашел не вижу если как бы такая информация есть присылайте посмотрим обсудим и разберемся так что резюмирую по поводу компании фармсинтез я не выявил информации что вот связи скажем так с противодействием и профилактикой вот этой китайской заразы они производят препараты которые именно императивно рекомендуется для того чтобы осуществлять профилактику именно ими и лечение то есть вот скажем так никакой непосредственной выгоды от этой ситуации для фармсинтеза я не выявляю на текущий момент то есть изначально когда вот это все возникало в январе и феврале были разговоры что китайцы закупят у этой компании огромное количество него вера но у меня отсутствует информация о том что такая сделка состоялась что она ощутимо и позитивно повлияло на баланс данной компании так давайте рассмотрим динамику акции данной компании что здесь происходит так вот месячный таймфрейм здесь мы видим в декабре 19 года был это январь немножко это сам некорректно отображается в январе 19 года на фоне от всей этой истерии был значительный рост но опять же она вот цель который у нее находится на в районе 12 она так и не отработала далее соответственно этот рост завершился судя по месячному графику и она вернулась в область проторговки в район 6 то есть даже там у нее был сильный уровень в районе 8 семян его прошила и улетела вместе с рынком на минимальные значения потом все-таки откатилась на 6 если опираться на недельный график то понедельному графику здесь получается снизу был разворот и сейчас сформировано движение цель которого находится на 10 и 7 возможно 12 это при реализации всей амплитуды движения однако вот последние недели показала что это амплитуда движения стала затухать ну и вот если дневки рассматривать получается здесь после отскока сформировалась движение вниз цель этого движения находится на 5,3 по факту отработки этой цели если не будет пробить и 5,1 на растущем объеме то после набора позиции возможно дальнейшая попытка отскока цель движения этого отскока находится в диапазоне 8 и 6 8 и 3 и в том случае если будет пробитие диапазона вот 5 1 4 и 8 на растущих объемах то скорее всего акцию катают и она уйдет на 4 и 2 возможно даже на 39 вот сюда вот в этот диапазон сейчас я вот не нахожу никаких оснований для приобретения бумаги пустого канат стрелила и дальнейший рост не показала даже здесь наоборот видите была двойная вершина и это двойная вершина она завершилась тем что после достижения реакционного дна фигура себя полностью отработала вот сейчас на текущий момент если только какой-то новостное движение будет по поводу того что вот этот препарат не уверовали там 2 есть препарат как-то насекамом заканчивается что он эффективен против китайской заразы но я думаю такого не будет почему потому что это иммуномодулирующие средства иммуномодулирующие средства в таких ситуациях тестируют и проверяют в первую очередь если его сразу не начали в это дело запускать это наиболее вероятно говорит о том что он неэффективен либо низкой эффективен в данной ситуации и поэтому вероятность того что его будут использовать для этих целей с моей точки зрения она стремительно падает по крайней мере я не выявил никакой информации относительно его успешных испытаний для предотвращения развития данной заразы и связи с этим я думаю что никак то что эта компания производит позитивно на нее фундаментально в ближайшее время не повлияет так но если рассматривать часовик то соответствии с часовиком здесь получается она находится на локально сильном уровне то есть если нету пробития 5 и 85 на растущем объеме то вот эта фигура она скорее всего будет завершена движением на 644 либо на 7 целых двести девяносто пятьсотых но надо понимать что акции это низко ликвидно и случае прессным если будет сильное движение какой-то по рынку и по ней развиваться вы элементарно можете из нее не выйти и остаться в не стать стратегическим долгосрочным инвестором и поэтому на мой взгляд вот такие акции ими лучше не заниматься в текущей ситуации то есть если есть какие-то новости абсолютно четкая информация с точки зрения там допустим каких-то клинических испытаний эффективных и так далее то конечно можно вполне как бы это использовать для того чтобы заработать на этом но сейчас такая информация отсутствует и если у вас такая информация есть пишите будем рассматривать обсуждать как она повлияет если рассматривать компании из этой тематики то вот мы что видим большой рост показывают американская компания и новио вирбиотеч и альфа протечь эти компании они производят либо соответствующие препараты медицинские либо оборудование которое позволяет ухаживать за больными или как-то решать проблемы которые возникают связи с китайской заразы так но если мы посмотрим статистику по этому чудесному набору компании что мы с вами увидим что с начало года достаточно ощутимый рост показали вот эта компания и новио новакс к диагностик с альфа протечь ну чё там в общем все американские компании фарм синтез конечно показал рост на этот рост он не такой феноменальный компания эбвай тоже не показала роста ну по крайней мере с начала года вот и поэтому я вот не вижу никаких оснований сейчас считать что фарм синтез вот на этой проблеме он как-то поднимется или он покажет какую-то изумительную стоимость но даже если брать такой скажем так ну немножко упрощенное толкование ситуации вот этот комплексный анализ различных индикаторов то по фарм синтезу не никакого сигнала на покупку нету то есть такой сигнал на покупку это будет новость о том что там в америку или в китай отправляют там 20 килотонн этого не уверен тогда да тогда он сразу стартанет улетит в космос однако я так понимаю что все эти ему на модулятор они не показали никакой эффективности для решения данной задачи и поэтому их даже особо всерьез никто не рассматривает то есть это ну вещества они из серии мы за все лучшее против всего плохого вот но для решения какой-то конкретной задачи они получается не вытягивать нужно именно какое-то средство которое она вот именно точечно решит эту проблему вообще как бы в данной ситуации наиболее эффективны либо какие-то вакцины сыворотки которые избирательно действуют и ликвидируют соответствующую проблему или же химические препараты которые на молекулярном уровне решает ну то есть они какую-то цепочку его развитие проникновение в организм нарушают но для разработки таких препаратов требуется годы десятилетия вот лекарство против вич она разрабатывалась порядка 20 лет там очень много было испытаний много стадийных то есть там масса была потрачена усилий и в результате сейчас как бы допустим тот же вич это стал ну заболеванием относительно скажем так не тяжелым если человек принимает определенные медицинские препараты регулярно если вот это не запускать и в спид не превращать то есть пит это терминальная стадия вич когда не борется с вирусом он разрушает иммунную систему человека и человек он просто его микробы съедают заживо вот но сейчас как бы с этим бороться научили и при использовании терапии человек живет практически столько же что касается действующей китайской заразы здесь пока никакого эффективного средства нету то есть вот компании которые предполагаются они либо соответствующее оборудование либо пытается что-то разработать но пока у них у всех эта разработка она не показала эффективность заявляемые антималярийные препараты разных групп как со стороны американских так и российских там властей там или не знаю там чиновников медицинских они не имеют насколько мне известно по моему субъективному мнению никакого четкого доказательного утверждения их эффективности есть там кто-то там сказал что вот они там могут как-то там препятствовать возможно в каких-то ситуациях прикреплению там закреплению на на клетке и оказывать противовоспалительные действия но я не я не видел никаких личных испытаний которые вы это подтверждали это первый момент второй момент опять же это моя субъективная информация с людьми которые ну скажем так они имели с этим делом соприкосновения общался на удаленно не лично конечно там какая основная проблема первая проблема это то что он долгий инкабуляционный период в течение этого времени человек его вроде как может разносить и второй момент когда он начинает проявляться он вызывает очень сильно сильное выделение мокроты но это мокрота она не отхаркивается и из-за того что он выделяет вот это очень сильное и и выделение в легких она там скапливается она поскольку иммунитет еще локально нарушим там активизируются не в макоке и другие эти самые микрофлоры которые есть и у человека развивается тяжелейшие пневмония то есть там вот очень важный этот момент поймать и соответственно отхаркивающие препараты использовать но опять же это все как бы сами понимаете это информация она пока человек не столкнется он сам четко решение не выработает на этот счет это там один сказал другой сказал что это такие сведения они скажем так не имеют строгого научного обоснования